Прозрачным утром Антенны шептутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери уютней стало Заходи на чай Мы будем вместе листать сначала Старый календарь Огни большого города говорят Антенны шептутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Ты как? Тебя не тошнит? Да сегодня получше Так Ой, ты знаешь, что Макс вчера из больницы ушёл? Вот чокнутый А ты чего его не остановила? Ну, наш главный его уговаривал, уговаривал А тот взял и всё равно ушёл В этом весь Макс Ему все проблемы пофиг Они с него стекают, как с гуся вода Ну, знаешь, ещё неизвестно, чем закончится Этот его уход из больницы Нормально всё будет Светка его дома подлечит Слушай, я хотел тебя попросить Маме о нападении на Макса не рассказывай Ну, само собой я бы Сама не стала её волновать Больше Чё, тебя опять тошнит? Чем это ты так надушился? Приятный запах Признак цивилизованного человека Признак цивилизованного человека Лёгкий аромат А не волен за километр И свитер новый надел Ты перед кем красуешься? Не перед кем я не красуюсь Чё ты к одежде цепляешься? Хорошо выглядеть – это не преступление Ладно, мне на работу пора Да, Оксана Привет Я не мог говорить Ну да, да Ты же понимаешь конспирации Конечно, когда-нибудь закончится Да, я хочу Да, давай сегодня в кафе Ага, пока Леонор, вы на кофе смотрите Как кот на сметану Только не облизываетесь Привычка Знаете, я если с утра кофе не выпью Я целый день разбитая А выпью кофейку И целый день бодрая И я тоже самое Вот чай Очень люблю Ну, это у каждого свой ритуал, знаете Настроиться на дневные дела Как, Максим? Да Ничего вроде Но я же не доктор Слушайте, а зачем он из больницы забежал? А дурак, потому что Сотучился, говорит О, да Домой хочу Здесь все Родное Мне хорошо Ну, понятно Ну, мы же не Что там уже все-таки Под присмотром А мы что? Что мы можем? Ай Всем доброе утро Доброе, Надежь Наденька, да ты говорила Со Смирновым-то, а? Не говорила и не собираюсь Не буду я больше В эти дурацкие игры играть Это почему же? Да потому что Он кроме своего бизнеса Никого не любит Ну, это ты зря Ты его зацепила, девка Только не кочевряшься Милицина Петровна Да даже если зацепила Вы поймите Что он ради своей выгоды По головам пойдет Так что не оправдался Ваш расчет, Милицина Петровна Ну и что? Значит, опустила лапки, да? Ну, как говорит Максим Смысла нет Да даже если он влюбится В кого-нибудь Все равно для него Бизнес на первом месте будет И этот Смирнов безнадежен Нет, нет, нет Нет, девочки Я думаю, что Надя Задела его за живое Да противно мне Милицина Петровна Память, я видеть его не могу Раз Наде неприятно Все, заканчивать это надо А потому что вообще опасно может быть Так я не знаю Я с самого начала была Против этого плана А я думаю, что толк будет Вот увидите И надо продолжать отношения с ним Ну, не знаю, не знаю Ну, ты только это самое Дай ему оправдаться, Надь Чудно выглядишь в последнее время Да как обычно Нет Платье тебе это очень идет И вот это все Ну, просто Новая работа Новые люди Новые задания Не хочется выглядеть за мухрышкой В такой солидной компании Прекрасно выглядишь Ты же не думала, что Новая работа так вдохновляет Так глаз блестит Просто Новый интересный проект Ну, 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 ну Я уж подумала Может, какой Тайный воздыхатель появился Ну, вообще-то появился Нур, вы никому не скажете? Ты же Ты же знаешь, я секретов не выдаю Ну, в общем, у меня снова с Павлом отношения начались Свела таки судьба Ну, так ты Ты теперь свободная женщина Ты можешь отношения-то строить, как захочешь Ну, то я не знаю Хочу ли я строить эти отношения Со стороны только полгода назад Как разобралась Еще в себя никак прийти не могу Так тяжело расходились с Колей Ну, может, просто Может, ты просто не уверена, что это любовь? Может быть Это тянет к нему Не знаю, какой-то близости душевной нет пока Ну, ты знаешь, ты Ты поплыви по течению Вот иногда это очень полезно бывает И будь как будет А потом разберешься, что это Да, наверное, так и сделаю И все-таки любовь Любовь, это прекрасно Ты слушай всегда меня Я плохому не научу Смирнову звонить не хочу Не спрашивай Ну, а что я ему скажу? Что он козел? Ну, дай ему шанс Ну, поговори с ним Может, он не знал Ну, может, это Ахмеда самодеятельность Вот тогда есть возможность его Приструнить Не знаю, я в это уже не верю Даже в суде Дают последнее слово Алло Надя, прошу тебя Не бросай трубку Надя, мне нужно тебе все объяснить Прошу тебя Надя, я тебе все объясню Да, да, конечно, ненадолго Надюш, я могу тебя встретить Хорошо Хорошо, приезжай сама Адрес ресторана помнишь? Я буду ждать Слушай, ну я у тебя здорово получилось Но мне кажется, что Здесь даже как-то красивее, чем в жизни Ты что, я половину прелести твоей не передал Ты какая-то серьезная А когда улыбаешься Сто раз хорошеешь Да ладно, Антон У меня самая обыкновенная внешность Посмотри на себя Твое лицо будто светится Заряется светом Слушай, Антон Ты меня, пожалуйста, извини за вчерашнее Что я тебя нагрубила Выгнала тебя В общем, как-то Ну да, я понимаю Ты была расстроена Вот и все Вот и ты Ну, знаешь, что Если что, то Я всегда готова тебе помочь Свет, и ты тоже знаешь Что я всегда с тобой рядом О, ты уже дома? Сонадь, что Она будет одна? Я всегда рядом В таком случае Я за нее спокоен Не на секунду тебя одну оставить нельзя Вышел в другую комнату Этот барсул уже здесь Макс, ну он мне портрет принес Портрет? Оригинал лучше Макс Макс Что, Макс, любуйся теперь Ну, не обижайся Макс 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 Ну, мы с тобой только день не виделись, а я уже так соскучилась. Оксана, ты такая... Какая? Необычная, как с обложки модного журнала. А я ходила в салон. Для тебя старалась. Нравится? Да, потрясающе. А помнишь, мы с тобой в клуб ходили? Давай повторим. Оксана, хватит этих клубов. Я с тобой хочу более интимной обстановки. Может быть, ко мне? Тимочка, ну мы с тобой и так из постели не улезаем. И я больше не могу. Ну, тогда давай, как в сказке. Ты меня сначала напои, накорми, а потом можно к тебе. Желание принцессы для меня закон. Что-нибудь желаете? Так, ты куда собрался? Мне в кафе надо, Свет. Вчера мне звонили. Фанаты есть без меня не могут. Ничего, поголодают пару дней, ничего не будет. Тем более это полезно. Поголодают, конечно. И с варенью не будет. Что-то голова кружится от любви. Ну вот, представляешь, ты сейчас уйдешь. Я буду волноваться. Бабушка вообще меня съест. Станутся от меня только ручки или ушки. Не съест. Она так покусает чуть-чуть и перестанет. Надеюсь, что кроме ручек и ножек еще что-нибудь останется. Ну, тем более тебе еще отлежаться надо. Я уже отлежался. У меня сейчас такое состояние, мне музыку писать хочется. Ну, ничего, музыку можно и дома сочинять. Можно? Угу. Можно, да? Да. Прямо здесь. Прямо здесь? Хорошо, что мне по голове дали какие-то мысли, все, мелодии. Ты знаешь, никуда я сегодня не пойду. Устроим себе заслуженный выходной. Да? Да. Да. Можно? Да, заходите. Здравствуйте. Вы, кажется, из 47-й квартиры. Гурам Дегов, если не ошибаюсь. Чем могу, будет полезно? Я хочу узнать, что сделал наш следователь к этому моменту. Но, насколько я знаю, наше дело ведет другой следователь. Да, мы работаем вместе. Что же это вы любезно и так долго чешетесь? Уже второе нападение на жильцов моей квартиры. Как это второе? На женщину вроде бы не нападали. На беременную женщину нападали. Ей угрожали. Она после этого в больницу попала. Насколько я понимаю, это тоже является преступлением, не так ли? Разумеется, является. Тогда скажите мне, вы хоть что-нибудь делаете? Ну, вы поймите, у нас рутина, людей не хватает. А что нужно для того, чтобы хватало? Мне что, подключить своих людей или сами начнете шевелиться? Марина Валерьевна, у меня есть вопрос по делу. Я хотел обсудить. Ты в этой квартире был в восьмом доме? Там, где напарни напали, что ли? Да. Нет, еще не было. Ну, я же тебя просила, сходи, опроси свидетелей. Да какие свидетели? Дом уже, как полгода выселен. Да и потом Максим вам подробно описал нападавших. Так что идите, берите их тепленькими. Они вообще обнаглели, даже не скрываются. Я не знаю, потрясите рабочих. С бригадиром поговорите. Не ждите, чтобы я лично взялся за это дело. Не советую. Не, нормально? Свяжешься потом, не отряжешься от них, а? Прилипало. Забел, что пришел к вам? Справитесь без меня один день. Надежа, присарайся. А я тебя уже жду. Ну, что заказывать будем? Здесь прекрасно готовят морепродукты. Ты же хотела попробовать осьминога? Между прочим, есть такие осьминоги. По умнее некоторых людей. Знаешь, даже предсказывают победу на мировых чемпионатах. Ты предлагаешь, чтобы я их ела? Ну, наверное, ты права. Да, это неправильно. Ну, тогда давай что-нибудь из вегетарианского выберем. Грибной суд, например. Грибы-то уж точно в футболе ничего не понимают. Нет, спасибо. Мне минералку. Надюш, ты пойми, я действительно не знал, что Ахмед так далеко зайдет. И, кстати, вчера дал ему приказ прекратить эти противоправные действия. Нет, вы знали. И это вы приказали любой ценой освободить дом. Значит, вы предполагали такой вариант. И Ахмед это ваш работник. И это вам нужно. А он всего лишь орудие. Надюш, ну я... Я надеялся, что до этого не дойдет. Значит, все-таки предполагаешь, что дойти может. Совесть не мучает? Надюш, ну почему на вы? Мы же на ты перешли. Да потому что с таким человеком, как вы, нужно держать дистанцию. Вот скажите мне, вот зачем вам понадобилась именно эта квартира? Нельзя обойтись как-нибудь без нее. Нет, вы мне объясните, я, может, глупая, чего-то не понимаю. Голь, а Собакина антибиотики разве не отменили? Десять дней уже. Собакина? Отменили. А в карту не внесли. Ой, Егорыч, какой невнимательный. То ли дело Ершов. Сразу видно, военный врач. Ну да, Ершов молодец. Все у него четко, под контролем. А вот интересно, каково это осознавать, что столько людей тебе жизнью обязаны? Гуля, я не могу делать вид, что все в порядке. У меня семья рушится, а я должна закрывать глаза? Я не могу. А что тебе наша гинекологичка сказала? Скандал – это не выход. Он сразу от тебя убежит. Ну а что я добилась с молчанием? Он в конец обнаглел. Что делать, а? Знаешь что, попробуй завлечь его как мужчину. Как это? Ну напомни ему, что ты красивая, обаятельная женщина. Но не мне тебя учить. Оксана, мне с тобой так хорошо. Можно быть самим собой и не притворяться лучше, чем ты есть. Мне тоже с тобой здорово. Ты легкий на подъем и не занумный. Ну да, я такой. Да и вообще с тобой есть о чем поговорить. И в клуб можно сходить. Давай за эту легкость общения выпьем. Ну, теперь можно и к тебе. Ну, наконец-то. Я думал, уже не дождусь. Поздновато ты созрела. Блин. Времени мало. Ко мне уже не получится. Ладно, посидим в кафе. Ладно. Пойдем. Я что-нибудь придумаю. Понимаешь, Надя, этот проект очень важен для меня. Ты не представляешь, сколько сил мне его вложили. Ну, а ты расскажи. Может, мне удастся представить. Не надо, заберите. Хорошо. Я очень долго создавал эту фирму. Мы с друзьями создавали после института. Из Гурама. Да, из Гурама в том числе. Закончили Месси и думали мы сами с усами. Ты не представляешь, сколько книг мы перечитали. И по маркетингу, и по строительству. Даже по психологии. А по психологии-то зачем? Ну, умение общаться с людьми очень важно в бизнесе. После знания дела, конечно. Интересно. Никогда об этом не думала. Я выничал эту фирму, понимаешь? Ошибался. Терял деньги. Нащупывал правильное направление. Мощь наращивал. Меня партнеры обманывали. Друзья подводили. Ну, значит, не тех друзей выбирали. Может быть. Может быть. Правильно говорят. С друзьями не надо бизнеса иметь. И сейчас, когда я готов получить самый важный заказ в моей жизни... Готов переступить через все, да? Нет, Надь. Надюш, пойми, я все поставил на ком. Я вложил все свои средства. Понимаешь? Все. Надюш, я выкупил этот дом с обязательством предоставить всем жильцам квартиры. Ну, так в чем же тогда проблема? Значит, изначально этот бюджет был вложен? Правильно. Но не так много, как оказалось. Жильцов в этом доме, как тараканов. В каждой квартире по 10 семей. А что, для тебя это было новостью? Ты не знаешь, как в коммуналках живут? Ну, хотя да, где уж там. Да знаю, знаю, прекрасно знаю, как они мухлюют, хитрят, женятся, разводятся, чтобы площадь побольше получить. В общем, с квартирами в центре вышли проблемы. Что, продавец подняет цены? Именно. И очень сильно. Мне пришлось купить квартиры в поселке новых строителей. Это все, на что я был по финансам способен. Остальное на реконструкцию. А жильцам-то до этих проблем какое дело? Они имеют право остаться в центре. И выкуривать их, и вынуждать, это же просто низко. Как, Макс? Ой, ничего. Лучше, если глупости не наделать, скоро выберут. Ну, слава богу. Так, вот посмотри, я доработала проект. Посмотри его, пожалуйста. Сегодня такая красивая. Ну, посмотри, посмотри. Подожди, этот запах. Это же мой любимый запах. Ты же всегда в посте. Паш, ты сделаешься? Паш, ты обещал. Ты специально это сделала, да? Я не могу с собой справиться. Ты искусительница. Поехали в гостиницу. Поехали. Да, ты права. Жильцы не виноваты в моих проблемах. Почему тогда они должны страдать, а? Знаете, не страдать, а согласиться на мои условия. У меня нет другого выхода, и у них тоже. А у них нет другого выхода, потому что ты им его не дал. Чего им ждать, а? Очередных нападений, да? Надь, вот только не надо горячиться, ладно? Я тебе обещал разобраться с тем случаем, и я разобрался. Этого больше не повторится. Ну, спасибо, хоть и на этом. Надя, нужно четко определить позицию. Других квартир не будет. Пойми ты это. Ни с Луны, ни с Марса они не упадут. Жильцам нужно выехать. Ну, может, ты все-таки найдешь где-нибудь деньги? Ну, откуда им взяться этим деньгам? Нет у меня денег, ниоткуда их взять. Если ты это объяснишь, жильцам будет лучше. Господи, ну что же я с красивой девушкой о квартире, да? О прорабах, нет, чтобы о любви, да о звездах. Хорошо, давай, давай о любви. Вот скажи мне, на что ты готов ради любимой девушки, а? Я. Может, дать квартиры людям в центре? Опять двадцать пять. Да не дал бы я и любимой девушке этой квартиры. Нет у меня таких возможностей. Извините. Значит, это не любовь. Минутку. Света, спроси, кто? Кто там? Максима Николаевича. А кто это? Максим Николаевич, это следователь. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Моя милиция меня бережет? Здравствуйте, Максим Николаевич. Здравствуйте. Всех преступников поймали? Еще нет, но движемся в нужном направлении. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Есть новые данные по вашему делу? Так вы метеор, оказывается. Я-то думал, что вы только раскачиваете. Уже раскачались. Мы провели разыскные мероприятия. Всех строителей опросили. Посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии. Среди них есть те, кто на вас напал? Вот этот вот бил меня и железным портом по голове. Ага. Точно? Да, я его хорошо запомнил. Так я и думал. Вы дали точное описание. Как раз его мы уже нашли. Скажите, а когда вы всех уже поймаете? Вон они спокойно по дому ходят. Не волнуйтесь. Скоро. Скоро. До свидания. Поправляйтесь. Всего доброго. До свидания. И вам не хворать. До свидания. До свидания. Не надо же? Да. Зашевелились. Да подожди. Ой. Скажешь это, когда, когда их всех посадят. Угу. Как хорошо, что ты рядом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты нарожаешь мне таких же здоровых мышат. Так. Отмечается явная положительная динамика. Геракл помолодел. Мышечная масса увеличилась. Проявляет интерес к женскому полу. Поет пенелопия. Ультразвуковые песни ухаживания. Господи. Господи. Да это же прорыв. Они помолодели. Формула открыта. Пенелопа. Пенелопочка. Ты прославишь себя. И прославишь мое имя. А еще, говорит. В кафе пойду. Публика ждет. Слушай, Нур, я уже думаю, мой внучок, по-моему, головой тронулся. Да. Ну что, все-таки травма. Ну что, Милетина Петровна. Ну доктор заметил бы, да все в порядке. Просто прогуляться захотел. Ну да, да, это бог. Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну что, Смирнов-то сказал? Че он? Что сказал? Как я и говорил, ваш план не сработал. Ну, не тяни ты, кота за хвост. Он сказал то, что не поменяется его решение по поводу переезда в поселок новых строителей. Даже ради любимой женщины. Сухарень человек. Да, странно. А я-то думала, что он влюбился. Да ничего странного. Он сказал, что у него вот денег впритык и только хватит на реконструкцию зданий. А мы все в пролете. Вот так. Ну, шмот, а? А про этот беспредел спросила? Ну, он обещал разобраться и пообещал, что нападений больше не будет. Ну, на хоть что-то. Ой, не оборщать с Эмельтином Петровым этим бизнесменам нельзя верить. Ваша правда, Нора. Он, Надюша, одно говорит и наделит. Все другое получается. Да. И теперь ему тоже. Не верю. Держи. Инга, а ты меня любишь? Нет. А мне показалось, что да. Это когда же тебе показалось. Ну, вот сейчас вот, когда ты меня обнимала ногами и руками, когда ты меня целовала, сказала, любишь? Я не знаю, что тебе за мной показалось, но голова мне не соображает. Мне не надо ничего соображать. Не надо соображать. Что говорят твои чувства? Я чувствую. Что ты чувствуешь? Я чувствую, что мне очень хорошо с тобой. Но я не знаю, правильно ли я поступаю. Не надо ничего знать. Не надо ничего знать. Ты представь, что в этой комнате я во всем мире. Только мы вдвоем. Ты и я. Ты и я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, Нора, я пойду еще над цифрами поколдую Пока Субтитры создавал DimaTorzok Эй, Степ, ешьте здесь, вы устали, голодный, садитесь Ой, спасибо тебе, спасибо А то я, знаешь, да на бутербродах Да я, знаешь, не столько голодный, сколько злой За весь день только пятьсот рублей заработал, а на триста бензин заправил Так и сколько у нас выручки чистыми? Так вот и считай, если учитывать перекусы, так мы еще и в минус уходим Ну так это ничего, поначалу всегда так Да, фиговый из меня бизнесмен Ну, ничего страшного Вы сейчас во все тонкости пока вникнете Узнайте места все, где народу больше, где больше платят Не получается у меня руками работать Вот если бы мне за трипатню платили, я бы... Дядя Степ, а вы любили когда-нибудь? Сильно-сильно? Да Но это не Тамара? Нет Кьяра Итальянка Да нет, русская Мы с ней в интернете познакомились Я в ту пору богатым человеком был Да Она красивая? Она очень красивая Только аферистка И вот в одно прекрасное утро исчезла вместе с моими деньгами Да вы что, не нашли ее? Нет, что ты Я же про нее ничего не знал Да и, знаешь, и знать не хотел Ничего вокруг не замечал Ходил это Как ослепленный Даже смешно вспомнить Богача из себя строил Подговорил соседей сказать, что это моя квартира А они мои бедные родственники И приехали ко мне погостить Да Кьяра Имя-то какое красивое Она, наверное, тоже выдумка Да, нет Я и не хотел, чтобы ее нашли Нашли бы Посадили А я ей такой судьбы не желаю И что вы ее Все равно до сих пор любите? Не знаю Обидно было Больно было Да 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 Люблю Наверное, люблю Знаешь, я бы ради нее Да на что угодно пошел бы А Смирнов сказал то, что Даже ради любимого бы не стал менять свое решение Даже если бы она попросила Все равно не стал бы Оставлять вас в центре Ну, значит, не встретилась ему еще женщина Ради которой он может Любую глупость совершить Да, дядя Степан Какой же вы у меня мудрый Что ты? Я не только мудрый Я еще Молодой И красивый Ешьте Тимур, где ты был? Где я был? Я же волнуюсь У тебя абонент недоступен Недоступен Я с ребятами пошел в клуб Посидеть пять минут Пиво выпить А телефон зачем отключил? Отключил Музыка громко орет Ничего не слышно Потому и отключил О, у нас тут свечи Шампанское Тебя хотела порадовать Да и мне от полбокала ничего не было бы Ничего не было бы Какая у меня Внимательная жена Что тебе, мурдетька С сигаретами пахнет Ну вот как-то так Все, Ильяна Ура Генриховна Финита ля комедия Надя отказалась участвовать в нашем эксперименте Да просто она поняла, что ничего из этого не выйдет Знаете, такие люди, как Смирнов Они же годами эту броню наращивают Чтобы эмоции скрывать Да нет, не скрывать Загнать Так глубоко внутрь загнать, чтобы докопаться нельзя было Знаете, чтобы никакие сантименты Не мешали бизнесом заниматься Надюша поняла, что Ей этот панцирь не пробить Да где уж ей там Селенка не хватит Ну еще была бы светской левицей А так, ну что это Провинциалка с Украиной Да уж, конечно Роковой женщиной ее никак нельзя назвать Но Никаких женских уловок не знает Я учила ее Да Да где уж В ней такая природная естественность, доброжелательность есть А знаете, к сожалению, не каждого мужчину можно этим привлечь Да уж, придется рассчитывать только на себя И правильно Незачем девочку втягивать в наши проблемы Знаете, а я передумала Нельзя так это все бросать Да не нужно тебе это совсем Ну, я все-таки хочу попробовать добиться своего Знаете что? Я сделаю все, чтобы он любился в меня И делаю все, что я захочу Вот увидите, он еще бегать за мной будет А что это не правда? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok